Да, и снова здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги и ученики. Сейчас мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и попробуем провести диагностику. Прежде всего, для вашей чистоты работы вы должны, конечно, у человека, пришедшего к вам на курс лечения, так скажем, не один сеанс, а хотя бы курс, попросить либо лентгенограмму, МРТ-грамму, КТ-грамму, хоть что-то, чтобы понимать, что у него там происходит с косточками, а еще лучше с межпозвонковыми дисками. Для этого МРТ, естественно, нужно, потому что на рентгене межпозвонковых дисков не видно. И желательно по прохождению курса опять попросить его породелась, ну, вот эту вот МРТ-грамму, да, принести, чтобы видеть в динамике. Либо через какой-то там промежуток, например, вы делаете не 10 сеансов, да, а там 20-30 сеансов, да, через каждые 10 сеансов, например, чтобы он принес, и вы видели, что идет динамика в положительную сторону, естественно, и, естественно, это подстегивает клиента относиться к вам более лояльно, да, потому что он видит, что вы делаете правильные вещи, вы ему не вредите, а наоборот причиняете пользу, все так причиняете, чтобы потом догнал и еще раз причинял пользу. Ну, на самом деле, мы мануальные терапевты, все мы можем понять руками и с помощью визуальной диагностики, даже когда человек, ну, при определенном опыте, когда идет человек по улице, я там вижу, там, ну, девушка, например, идет, уже перекошено тело, уже пятка подвернута, да, наступает неправильно, уже можно просто подойти и, как бы, ну, главное, чтобы человека не обидеть, да, а то сейчас можешь ко всем девушкам подходить, ой, вы кривая, ой, вы шея, там, кривошея, и одна нога короче. Ну, в принципе, как найти клиента, да, это тоже вопрос, если грамотно подойти, да, к человеку сказать, что вот у вас там остеохондроз, сколиоз и полный весь набор перечислен, да, то, соответственно, вы можете найти клиента себе таким способом. И также приглашать, заманивать клиента по себе в кабинет тем, что первая диагностика бесплатна, да, консультация врача бесплатна. Человек приходит, он понимает, что у него то-то, 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 надо ему исправлять, да, и после этого восстановить вашим клиентом, уже назначаете им карты. Определенное количество сеансов. Полу количества сеансов я уже говорил ранее, я сейчас не буду останавливаться, сейчас мы именно про диагностику поговорим. Вот, подходит вам человек, прям на себя, стой, стой, стой. И, так, ну, на камеру, ты прямо стоял чуть-чуть вот так. Может, там не сидеть? Не, как хочешь, там, сюда, туда, сюда, 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 сюда. И попросите его просто шагать. Вот так, шагаю, поднимаю высоко колени, а мы звук посмотрим. Да, не терапись, не торопись, не торопись, по-моему, люди. Вот, ну, слишком, наверное, она висит, но если бы он был в маечке, ходи, 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 ходи. Вот там видно, на самом деле, по складкам, слева-справа, где идет перекос. Вот, далее, все, стой. Далее смотрим по человеку, соответственно, по высоте ключиц, да, вот эти косточки. Смотрим, чтобы они были на одном уровне. Я обычно это делаю перед зеркалом, чтобы человек себя тоже видел, его это убеждался, да. Стою сзади, либо я в черной футболке широкой, да, чтобы контрастная его, светлая одежда, на моей темном фоне смотрелась. Либо наоборот. Он темный, я с светом в чем-то, да. Можно приложить листы бумаги, либо вот руки и горизонтально рисовать, и показать, что вот бывает один, почему выше другого, да. Соответственно, нам это подсказывает о том, что, вероятно, таз тоже будет повернут. Повернут наоборот, как я говорил, при сколиозе. Если одна сторона таза выше, то с этой же стороны плечо будет ниже. То есть, они друг против друга вот так вот играют. Пока просто предполагаем. Далее смотрим по высоте лопаток. Ну, давай, Пашка, семьи тогда. А еще вопрос. А не может такого, что вот одна часть таза поднята, а ты говоришь, что плечо туда будет ниже? Ну, как бы логично, я что-то не так говорю. То есть, если эта часть таза, она приподнимается, то есть на это плечо выше? Наоборот, хороший вопрос. Или как? Ниже будет. Хороший вопрос, да, правильный. Это может быть, когда уж лейко сколиоз односторонний. То есть, он только в одну сторону выводит. В фронтальной плоскости у нас только одна дуга. Но, как правило, организм, он компенсинаторно себя исправляет. Если у него внизу пошло вот так, вверху он вот так исправит. Потом вот так. И получается С-образный сколиоз двойной, либо тройной. Чаще даже я бы сказал, что тройной все-таки. Потому что, если пошел перекос в плечах, то шею тоже надо поворачивать. Поэтому вот, раз поворот, два поворот, три поворота. Тройной сколиоз в итоге получился. И по поводу, кстати, сколиоза, вот что мы делаем, проверяем. Сто-сто дни весом, если мы ка сюда. Первое, можно показать, как смыкуется у человека челюсть. Поднажи, пожалуйста, зубы. Вот так. Видите, разрез между верхними и нижними зубами у нее не совпадает, сдвинутый сбок. То есть, уже челюсть у него нижняя сдвинута вот сюда. Теперь держим, защемляем пальцами место смыкания нижней и верхней челюсти. И открывать рот полностью широко вниз. Вверх. Открывай. Открывай. Закрывай. Но сразу чувствовать под пальцами, что здесь свободы дохождения больше. А здесь немножко так щелкает. Прижимается. Сам боли не чувствует, да? Еще раз, вот твой. Ходи и слева. Слева. Вот с этой стороны, видите, уже больно ему. То есть, возможно, надо будет ставить челюсть. Челюсть может быть свернута из-за того, что шейные позвонки, соответственно, в нижний, это там, 5, 6, 7, ушли в противоположную сторону, соответственно, вправо. Проверяем их. Опускай голову вниз. Давай, повернемся на камеру. Ну, соответственно, как понять, вот где седьмой, а где первый грудной позвонок. Да? Вот они выпирают, как правило, оба вместе. У некоторых людей еще шестой выпирает и Д2 выпирает. У него, в данном случае, два выпирающие. Вот. Ну, как правило, визуально это просто уже понятно, верхний выпирающий это уже седьмой, да? Но у них и мобильность разная. Поскольку шея у нас самая мобильная часть организма, во все стороны крутится и вертится, да? То у него будет подвижность. Первый грудной неподвижен, потому что у него ведут первые ребра. Игру номер один. Можете подойти, потом посмотреть. Вот оно здесь лежит, держит этот шестой позвонок. А седьмой будет подвижен. То есть накладываем пальцы и опускай голову вниз. Поднимай. Опускай. Поднимай. Еще раз. Поднимай. Поднимай. Поднимай полностью. Не вверх, смотри, не вверх, смотри, голову вот так. Опускай голову к ключицам, по борцам к ключицам. Ниже. А он сюда все максимум, что ли? Не напрягайся. Но вот видите, у него подвижность вообще небольшая. Вот он будет, седьмой ходит туда-сюда. Теперь можно проверить на поворот. Ровно встань голову, держи, повернись влево, вправо. Вот на седьмой он ходит туда-сюда, соответственно. Первый грудной на месте. Теперь вот можете прощупать. Наконяя голову. Вот я методом пальпации уже нащупал, потому что у него шестой позвонок повернут сюда. По челюсти я это понял, понимаете? Сейчас проверил, убедился. Шестой повернут вправо. Теперь смотрим по языку. Открылся широкий язык, высуни вниз. Так, убери язык, высуни. Ну, во-первых, из-за того, что челюсть вбок идет, видно, что язык высуни, высуни, покажи. Не бойся. Язык больше к этой стороне, видишь, притягивается. Во-вторых, по высоте верхних вот этих холмиков языка, можно понять, что у человека в грудном отделе, скорее всего, есть сколиоз небольшой. Ну, так тяжело визуально, придется здесь сколиоз, не широкий. Но у него больше вот с этой стороны, больше как холмик, да, все, закрывай, закрывай. Это нам дает немножко, как бы, подсказка на будущее, пока мотаем на лоз. Теперь смотрим по уровню сосков, нижней части грудных мышц. Вроде ровно, да? Смотрим по высоте ребер нижних. Вот тут ребра чуть ниже идут. Смотрим по расстоянию между, когда руки вот так сделай, пожалуйста, и груди прижим. По, нет, сами не отводи сильно, так расслабься. По вот этому расстоянию. Этих треугольничков, вот этих пустот. Ну, вы получаете здесь больше, и это плечо выше он поднимает, видите? Что тоже говорит о, скорее всего, грудном правостороннем сколиозе. Видно там, да? Еще сразу вверх пошло, видите? Видно. Да, видно, да. Теперь соединить также руки, вот так же, только за спиной. Ладонями вверх, да-да-да, ладонями вверх. У кого-нибудь получается, можно ладонью вниз, не все люди такие гибкие, да? Здесь вот тоже по вот этим расстояниям смотрим. Сейчас. Ну, да-да, ладно, что, развернемся сюда. Получается, вот тут, смотрите, я два пальца вставляю, а здесь три, видите, шире. Так, все, опускай, опускай. Смотрим по высоте лопаток. Лопатка ведь выше и в сторону ушла вот эта вот она. Гораздо мягче, вот эта вот мягче. А, видно там, нет, вот высота разная, да? Нет, нет, ничего не делать, стой, стой, просто стой. Видно, да, что высота разная, вот тут выше? Далее, смотрим по, чуть-чуть распущу, по ямочкам отправить, ямочки, и относительно них пальцы накладываем на верхний гребень подвздошной кости. Накладываем и смотрим их высоту. Так, вот, чуть-чуть пошло вот эта часть вверх, что нам может подсказать, но тут не сильно, буквально миллиметров пять. Что нам может подсказать на будущее, что, скорее всего, правая нога будет короче. Пока тоже, пока предполагаем, еще не думаем. Кстати, мы тоже никогда не говорим человеку, как бы, окончательный диагноз. Старайтесь диагнозы вот этими не разбрасываться, да? Все-таки мы визуально предполагаем, что может быть на 80% быть правдой, истиной, да? Даже несмотря на то, что МРТ показало одно, а мы нащупали другое совсем, понимаете? Но не пугайте человека никакими диагнозами, ярлыки не вешайте. Это просто даже, ну, неприлично даже, да, с нашей, как бы, с медицинской этики, да. Теперь, смотрите, чтобы понять по поводу сколиоза, я поднял вот это, чтобы видно было, наверное, на камеру. Няшки не звали. Шаг чуть сюда. Спина будет стоять 20-20. Просим человеком наклонить голову к ключицам. Понус, да, наклонить понус, понус, ведь шея не плохо шевелится. У здорового человека, у подбородов, горбиков, тоже не должно быть быть, это анатомически, да, ну, к следу подойдите, посмотрите, анатомически, заходите, всегда. Мне кажется, что он слишком какой-то. Не, не, в данном случае, это нормально. Подвижение пузыноков уже слабого, у здорового человека подбородов должен спокойно послаться, он может включить. Да, да, вот это все касается. А зад, назад, когда человек прокидывает голову, у него затылок должен быть. Касаться вот этих позвонков, представляете? Ну, у тебя почти. Ну, да, все касается. А зад все хорошо гнаться. Еще, смотрите, к какой-то верхней части. Сейчас мы дойдем, к какой-то верхней части. Проверяется криво шея, как? Ну, вот человек, вот я отсюда вижу визуально, что у но тянется шея вот сюда. Она вот сюда тянется больше. Теперь вот мы закрепили плечи, держим его, да? А ты наклоняй голову вперед. Мелькенно даже. Он полностью максимально. И поднимай. Наклоняй, поднимай. Отклоняй, поднимай. Ну, вот вам, может быть, не видно, не видно. Вот мышца это дергается, когда он наклоняется. Иногда. Ну, хочешь, посмотри, да. Наклоняй, опускай. Иногда видно, что человек опускает голову через этот бок. Через одну сторону больше наклоняет, чем через другую. Что говорит о том, что перекос мощный идет. Тут мышцы в гипертонусе получаются. Снимать, да? Ты не можешь больше упустить, да? Да, да, да. То есть, она может больше упустить. То есть, эти мышцы в гипертонусе, значит, она будет работать с мышцами с этой стороны. И это нам подсказывает, что позвонки, вот тут я пока, 6-й, 5-й, на счету, ну, эти мышцы тоже развеют, и вправо. Ну, да, да, вправо. Так, возвращаемся теперь к сколиозу грудному и пояснице. Значит, ну, я уже говорил, да, что вот эта точка камеры преткновения, где базис крестца находится, от него растет весь позвоночник и все тело вверх. И, соответственно, одно и вниз тоже, да. И, опять, садим это сочинение. Соответственно, все искривления отсюда начинаются и вниз, и вверх. Хотя, может быть, от Атланты идти также на нижние поясничные позвонки. Так, про Атлант сейчас попозже скажу. Значит, наклоним голову вперед, плечи поверхность вперед, вот так наклоним руки вперед, вот так связь, как будто. Держим руки здесь. Дальше, шаг немножко, вот так. И открывать сюда, чтобы видно было. И медленно наклоняйся вперед. Руками тянись к земле. Голова висит, висит, голова висит, 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 висит. Стоп. Замерли. И смотрим, вот, параллельно астистым позвонкам, да. Видим, что реберная дуга здесь выше пошла. Видите? Это тоже говорит о правосторонном сколиозе. Наклоняйся ниже. Ну да, пока без рук. Еще ниже. Вот этот отдел позвоночника. Смотрим. Дуга как бы выкрепляется, да, но все равно есть немножко, да, чуть выше. Вот в этой плоскости. Наклоняйся ниже. Смотрите, как мышцы вздуло с этой стороны. Видите? Значит, это мышца в гипертонности. Вот она тут притягивает. Как раз этот рисунок нас повторяет, да. Вот тут мышцы укорочены, получается. Они тянут по замки, по тазам, костям. Так, наклоняйся еще ниже. Ты до максимума сколько можешь? Это все? Не другого, к тебе гибкости нет, вы выпрямляйся. Надо тренировать гибкость свое. Это тоже залог твоего собственного здоровья. Ты с людьми работаешь. Но опять же, у здорового человека легко пальцы рук должны касаться земли. Над своими носками. У меня даже двоей ладонями касаются полностью. Да, это же не показать, что он не здорово. Просто он не размят. Я тоже, например, сейчас не размят. Если я опущу и снатягиваю, разомнешься, уже нормально. Ну, да, да, да. Это не говорит, что он больно. И показатель, да. Здесь прям видно. Теперь смотрим крестцово-подвозвольшее сочинение. Вот если вот, как тут ходят кости тазово-относительно крестца. Крестец у нас неподвижен. А ты, вот мы держим, да, за эти ямочки. А ты наклоняйся вперед. Максимально, а сколько можешь? Наклоняйся, наклоняйся, сгорбись, дай. Наклоняйся, сгорбись, наклоняйся. Вот, видно, пальцы справа пошли вверх. Видите? Мышцы укорочены, они тянут до кости вверх. Видите? Если, например, если вам там не видно, да, ну, бывают ямочки не у каждого видны, да, то это можете так ноктиком немножко так поставить, меточки, да? Или тогда маркером, да? Маркером, да. Вот это поставим. Вот. И вот. Относительно оси позвоночника еще смотрите, чтобы расстояние было равное. Чуть-чуть видно, что вот это больше, чем это расстояние, видите? Соответственно, да, теперь стою ровно, ноги на шинные плечи, чуть-чуть, да, и наклоняйся к земле. Опять сгорбись, сгорбись, да. Во, виск как растянулась. Ага, она же видно похоже. А это на месте осталось. Значит, вот эта часть сходит туда-сюда. Надо нам будет ставить вот этот таз. И, соответственно, мы предположили, что иногда короче, дойдем. Давай, выправляйся. По поводу, как проверить позвонки шеи. Вот так и встанет. Ну, я уже говорил неоднократно, да, что мы смотрим по овостическим отросткам, чтобы их посмотреть получше. Надо голову наклонить. Они так лучше просчитываются, да? Смотрим их симметрию до родной оси. То есть их позвонки у нас должны идти, как бы пальчики у нас, да? На одной линии вертикальной. Они должны быть. А у людей бывает так. Но сдвинутые они вбок или ротированы вот так, чтобы это понять, мы обязательно щупаем поперечные еще отростки. Вот эти. Видите, вот показан черным цветом позвонок. Ровный по осям, да? Если он сдвинулся, а с теста отросток мы нащупали, то, скорее всего, вот с этой стороны отросток боковой будет либо торчать больше вправо, либо больше назад. Ну, вот назад, наверное, не сможем пощупать через толщину мышц, а вот сбоку вот, сможем пощупать, какую сторону больше выпирает. Наконец-наконец-наконец-наконец. Теперь смотрите, чтобы не он, например, голова просто висит. А вы проверяете по боковым отросткам, где, какой больше торчит и менее подвижен. Вот, например, третий позвонок, он, оказывается, упирает сюда. А с теста отростки у, получается, смотрите, третьего, четвертого, пятого позвонка, они короткие. Сейчас у этих людей вообще не просчитываются. Подойдите, посмотрите. Или давай. Качу. У третьего, четвертого, они короткие, видите, поэтому сзади редко-редко у кого их можно вообще прощупать. В основном мы щупаем второй позвонок, шестой и седьмой. У первого позвонка тоже нету ассистого отростка. Он называется атлант, и у него вообще нет ассистого отростка, видите. Соответственно, его вообще тяжело определить сзади, правильно он стоит или нет. Атлант, он потому так назван, как, помните, на древних рисунках, гигант держит земной шар, да. Как земной шар, он, как на тарелочке, держит череп. У него есть отверстие, вот тут, видите, через которое входит второй позвонок, аксис называется. Аксис – это осевой, в переводе на русский, да. У него есть зуб, так называемый, на который, собственно, даже садится череп, да, и вокруг него, и вот так вокруг него поворачивается череп. Атлант вокруг этого зуба крутится. Ну, у него есть боковые отростки, вот эти. Боковые отростки мы можем нащупать под мощелковыми косточками, вот под этим. Вот тут, прямо рядом с челюстью получается. Обращаем голову, наклоняем голову, кивок вперёк-назад делаем, да, и прощупываем, как эти косточки ходят. Вот все эти боковые отростки мы таким образом прощупываем сверху вниз, чтобы определить наше дальнейшее действие. Вот я Атлант щупаю. Не шевелись, не шевелись, сам не шевелись, я вот голову держу, она не упадёт, не отвалится. Предлагайте людям не сопротивляться и не помогать вам, да, просто раздаться и расслабиться. Значит, у нас возвращаемся сюда, значит, пошло отсюда. То есть, первая причина – поясница, да? Значит, будем работать с поясницей. Так, теперь ложись на стул. Ногами туда. А если бы был смещён Атлант, то тогда мы бы начали работать сверху? Да, тогда насчёты бы начали бы сверху. То есть, смотрите, мы как начинаем справлять? Весь позвоночник от таза. Первый таз, потом пошли палестничные позвонки, да, и потом уже грудные. А потом из-за на душе. В шеиных позвонках, наоборот, мы начинали справлять с черепа. Череп оставили на место, потом Атлант, и потом дошли до седьмого и первого, второго грудного. Тут сверху, а тут снизу начинали справлять. И, соответственно, не оставляйте одно исправление. Ну, например, поясницу поставили на место, да? А про грудь не стали делать, грудные позвонки. И это отпустили человека, да? Так не отпускается, надо обязательно и вверху, и внизу. Ну, и так же с шеей тоже. Если только Атлан поставили, а седьмой забыли посмотреть, или там пятый, да? То обязательно всю шею надо проработать. Нет, ты как раз хорошо сразу на локтя. Стой, стой. Вот, в этом положении тоже можно оплатить голову. Максимально, видите, он локти сделал поближе к югу, раскрыв нам плечи. И максимально здесь уже можно прощупать, как видите, на позвонки. Вот, шестой. Только тут единственное, что проекцию мы делаем сверху, вниз, да? Пока рисовал, он сполз. Это тоже кожа подвижная, вот тут тяжело попасть. Так, вот седьмой получается. Вот, первый грудной. Ну, и соответственно, первый грудной на месте, а вот второй уже не на месте. Как мы проверяем? Обязательно по верхним, как минимум, один-два сверху от позвонка, и один-два снизу. Потому что просто по одному позвонку вы так не сможете померить, да? С боков нащупываем. Либо так, либо так. Ну, кто как хочет. Либо так вот, некоторые нащупывают. Да, вот так двумя руками уже. Тут уже способы прощупания у каждого свои. И его сублюксация вот в эту сторону, во фронтальной плоскости, вот с такими поворотиками. Вот с такими вот прощупываем позвонки. Ну, вот этот пошел, соответственно, опять вправо. А дальше... Ну, еще опять вправо он пошел. И этот чуть вправо. То есть это такой, видишь, небольшой, это, честно, смотрю, с кильос. Тут выравнивается вроде. Он лег. А когда стоял... То есть вот ногу... Да, больше, да, больше был, да. Тем более тут еще провис вот так вот, да. Нагрузка снята, да, получается, с ногой позвонок. И позвонок прорезает. Ну, здесь вот видно, что, например, точно... Не могу сейчас на скорость по-подробному смотреть. Но вот эти вот у него позвонки тоже чуть сдвинуты, получается. То есть вот идет ось. Надо, в общем-то, каждый, конечно, позвонок проверить. Но я так по-быстрому. Вот. Получается... Здесь не там нарисовал. А, нет, все правильно. Вот у него начало сколиоза. То есть, да, несколько позвонков. И тут небольшая группка. А, а эти как раз, да, эти вот сюда, двумя-то. Вот, ну, я так условно нарисовал, чтобы вам видно было, да. Теперь смотрим... А, вот в этой позе, да, очень удобно как раз тоже прощупать. Вот, от рук головы от цепи. Голова. Ну, сейчас ползай просто назад, чуть вперед, вперед, чуть-чуть. Нет, руки, руки только вперед. Вот так, все, все, все. Лежим. Голову повесили. Вот, голова болтает свободно, да. И вы, держа и придерживаясь за череп, прощупываете, вот, где какие пазанки. Влево-вправо повернув голову, да, кивок, туда-сюда делается экстензия, флексия. На ротации проверяете, да, вот боковые особенно хорошо чувствуется. Вот на ротации, во все стороны проверяете. Ваши пальчики достаточно чувствительные, и вы должны уже почувствовать. Ну, кто хочет, попробуйте прощупать. Это, по-чаше. 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 Ну что-то подним, да? Там 6-й, 5-й особенно видно. Рисунок немножко сполз, потому что кожа тянется. По поводу вот этого мы, естественно, смотрим, все, ложись, ложись ровно, ровно ложись, руки лучше спустить в сторону, чтобы плечи освободить. А, еще как понять, насколько он больше повернут влево либо вправо, это грудные позвонки, да? Также направлено на них руку, и вот он повернул голову вправо, они начинают выравниваться, то есть этот позвонок ушел на место. Сейчас вот они на месте. И вот этот тоже ушел. Это сюда позвонка, ушли туда, на место. А теперь поверну голову влево. Больно, да? Вот. Максимально влево шее сдвинулся. И это сдвинулся. Вот они сразу это завидится, что сдвинулись. То есть вот сразу чувствуется, куда они двигаются. Значит, будем работать с ними, вставляя вот в положенную сторону. Лежи как можешь лежать. Чуть-чуть чуть-чуть. Хочешь в другую сторону голову переверни. Не, не, не ровненько надо. Ровно пока. Так. Теперь вот относительно вот этих расстояний и высоты их мы должны понять. Видно, что он уже выше, да? Мы должны понять смещение тазовых костей. Следующий вид диагностики визуальный. Это мы делаем прицел. Как бы вот между пяточек, между попой и между плечами. Смотрим визуально и видим, где идет ось. Иногда, знаете, иногда пальцами там не очень прощупаешь, да? А так человек ляжет, то его прямо отсюда вот видно, что дугой пошла спина. Смотрим высоту пяток. Вот это пятка у него выше. Высоту ягодиц. Это ягодиц у него выше. Значит, этот таз. Это нам подсказывает, что тазовая кость пошла вперед. Таким образом укоротив вот эту ногу. Сейчас мы там вообще не добрались. Пока предполагаем. Так. Смотрим по высоте ребер. Вот это ребро уже выше. Вот он эскироз пошел. Видите? Получается таз сюда. Это вот сюда. Вот у нас что. Что у нас делает сколиоз? Наша работа будет, соответственно, в противоположную сторону. Здесь делать. А здесь обратно. Ну вот, посмотрите, как прицел, да? Поняли. Теперь смотрим длину ног по следующим точкам. Сам еще не делай. Расслабься, расслабься. Стопы выпрямляем по 90 градусов. По высоте внутренних вот этих косточек. Если они не прощупываются, берем вот. Не видно, да? Визуально. Снизу. Снизу это щупаем. Вот. Я неправильно сказал, нога не укоротилась, а удлинилась. Таза просился. Вниз она оказалась длиннее. Теперь смотрим по пяткам. Пятка, видите, чуть длиннее. Чуть-чуть отсюда выпирает. И смотрим по большим пальцам. Большим пальцем вроде ровные. Вот. Теперь по пальцам как смотрим? Они же тут как поставят, что будет длиннее. Вот так он будет. А, вот длиннее. Да, он будет длиннее выпираться. Потому что, как правило, длинная нога, она выравнивает организм. Вот. Она начинает. Вот. Видишь? Это упоротилось, это удлинилась за счет поворота таза. Да. А ей надо выравниваться в горизонтальной земле. Поэтому это плоскостопие больше. Стопы и пальцы растягиваются длиннее. Мягко подворачиваются. Здесь, опять мы смотрим, обе пятки подвергнуты. Да, теперь, вот смотри, мы выключаем. Верхнюю часть скелета, да, только вот от колен до стоп. Проверяем. Потому что, может быть, от природы одна голена длиннее, Может там аварик, ну, перелом был, да, то есть она укоротилась. Соответственно смотрим вот так вот, на свет. Вот. Эти же косточки. Эти же косточки. Эти же косточки. Вот она. Все равно выше. Не, ты не напрягайся. Вот она все равно выше, да? Вот эта косточка. Пятка. Пятка все равно выше. Иначе у нас, скорее всего, природа намного короче. И пальцы. Пальцы длины. Пальцы одинаковые. Вот тут одинаково, вот от пальцев до стоп одинаково. Опускаем. Соответственно, у него то же самое остается. Если бы это не оставалось, то тогда понятно будет, что движение идет именно вот здесь. Теперь смотрим относительно тазовых костей. Здесь двиг идет или нет? Переворачивайся, пожалуйста, на спину. Вот. Также проверяем. Смотрите сами. Вот, кстати, вы выровнялись. Чуть-чуть ровнее стали вот эти косточки снизу. Чуть ровнее, но это все равно выше. По пяткам смотрим. Видишь, пятку подворачивает. А выше стопа разворачивается. Видишь, это все из-за того, что она длиннее. И по пальцам смотрим. Тут палец вот этот выше стал. Видите? Забота сказать еще, когда стоя человек стоит, вот так можно свести руки за какими глазами. Да-да-да. И захватить. Ну, давай, на ком-то покажу. На тебе можно, да? Вот стань на руку. Свободно, да. Заходи глаза. Руки опусти. Луки свободны. Теперь разведи их в стороны. Так что? Да. Ладони расстроены в другую сторону. И в мою, в мою сторону. Вот так. Поверни. И соединить теперь ладони вперед прямыми руками, впереди часа от себя. Сейчас, стоп. Открыть глаза. Сгибаем руки. То есть выключаем причину там. И смотрим по высоте от этих пальцев. У них равные пальцы, да? Сколиоза нету. А так вот в грудном отделе так было бы. Вот так. Это еще сколиоз так определять? Да. То есть у тебя, если был бы... С левой стороны сколиоз у тебя этого как было бы длиннее, вот так бы лежалось. Да. Так, теперь смотрите. Все-таки у него вот эта нога, она получается длиннее, да? Так разворачивается, видишь? Так разворачивается. Здесь, наверное, он тоже посмотрит по этому, да? Да, и по этому тоже он посмотрит. Вот немножко я тебе отдавлю вот эти косточки. У кого большой живот, конечно, так тяжело проверить. А, одна выше, другая, да? Вот здесь вот видно. Вот эта выше, а эта ниже. Да, вот эта выше получается, да. Вот так если горизонтально. Эта выше. Ну, соответственно, надо проверить, чтобы он лежал еще ровно. Ну, видишь, ногу чуть-чуть ровно. Да, ну раз человек тоже ложится там, либо... Да, или живот большой нам мешает, он зажечь и живота разворачивается в сторону. Вот оказывается у него... Вот здесь, соответственно, выше, да? Теперь выключаем то, что идет выше таза. То есть крестец выключаем, проверяем сами тазовые кости. Его надо посадить на седальшую кость. Вот из-за сейчас он лежит вот на этом месте, да? Но играет вот это сочинение. Сейчас мы его посадим вот на эти косточки. Пусть выше выключается. Садись, держи ноги. А ты садись на попу. Прямую спину делать. Прямую, прямую, прямую. Не прямаясь на сколько можешь. Извиняйся со всех. Расслабься. Просто выносить нож и перец в стол. Вот, соответственно, смотрим. Опять, выровнялись при этом иное положение. Смотри, выровнялись. Пятки на одной линии. Высшие пальцы. Да, но самое главное, это вот эти косточки. Вот эти косточки выровнялись. Значит, нам подсказывает, что виновата. Нажись обратно. Вот лег обратно. Смотрим. Вот. Эта косточка пошла вверх. Значит, виновата крестцово-подвздошное сочленение. Именно с вот этой стороны. То есть, именно вот эту ногу она куда-то там двигается. Сейчас будем править ему как раз эту крестцово-подвздошное сочленение. То есть, когда он садится, они выравниваются. Когда он ложится, оно уползает. Да, оно уползает, да. Если было бы от природы, оно бы осталось на месте одинаково. Понимаете? То есть, если разная длина ноги от рождения, они бы так и остались в том и другом положении на месте, да. Но сейчас мы проверили, что идет искажение именно из-за этого крестцово-подвздошного сочленения. Значит, это приобретенное. Если приобретенное, мы имеем право исправить. Если это врожденное, то там что-то длину ног ты не изменишь. Если только поломать, ставить косточку и нарастить. Но это же не наша профессия. Так, ну, в принципе, по поводу диагностики все понятно, да, теперь? Да. С чем мы будем дальше работать? Ну, мы, соответственно, переходим непосредственно к правке и к работе. С вами был Алика Лавгудвин. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. А если вы нас только смотрите, зря вы это делаете. Приходите к нам на тренинг и все, познавайся на живой натуре. А отсюда уйдете готовыми специалистами в понедельник сразу в работу. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok